Отечественная уголовная исполнительная система 145 лет. В Республиканской госфилармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате. Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. Прошедшее в Черкесске мероприятие было посвящено 145-летию отечественной уголовной исполнительной системы. Автором указа, положившего начало работе тюремного департамента, стал император Александр II. Сейчас в ведении представителей Федеральной службы исполнения наказания охранно-конвойные функции, контроль за соблюдением режима исполнения наказания, решение задач по перевоспитанию подопечных. Успешное их выполнение сотрудниками регионального отдела ведомства отметил перед началом торжественного мероприятия Ромай Галиев. За долгую историю деятельности отдела Федеральной службы исполнения наказаний России по укорочению Черкесской републики доказал, что не только выполняет задачи и проблемы, возникающие в повседневной деятельности, но и является гарантом исполнения законов на территории нашей республики. Главная заслуга в этом сотрудников, которые ежедневно с честью и достоинством исполняют свой служебный долг. В этот день благодарственными письмами и наградами был отмечен многолетний труд ряда сотрудников регионального отдела службы исполнения наказания. Психолог Олеся Халмухамедова – одна из них. В уголовно-исполнительной системе Карачаево-Черкесии она трудится около 20 лет. И работа здесь, по её собственному признанию, помогает профессионально развиваться. Лица, которые попали в места заключения либо лишения свободы, и они вот так вот кардинально отличаются с людьми, которые находятся на воре. Я бы не сказала. Это люди, которые находятся сейчас в стрессовой ситуации. В стрессовой ситуации он может оказаться любой, на воле в том числе. Есть вот такая вот специфика. Да, если мы уже говорим о людях, которые с рецидивом преступления, там уже можно говорить о личностных характеристиках и специфике работы именно в рамках нашей системы. В стенах Госфилармонии в день юбилея звучало немало тёплых слов в адрес сотрудников СИН. В том числе в формате видеопоздравлений. А одно из них и вовсе юбиляром поступило из космоса. Мы, российские космонавты, Олег Аноненко, Николай Чуп и Константин Борисов, приветствуем всех с борта Международной космической станции. И от всего сердца поздравляем вас с Днём работника уголовно-исполнительной системы. Артур Мкцем, Мухаммед Ишебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова